Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Татьяна Курячая. Сегодня у нас очень интересный урок. Кризис – это проблема или это благо? Почему я решила записать этот урок? Потому что огромное количество моих читателей, учеников и консультантов завалили меня вопросами. А что нас ожидает? А вдруг мы не сможем сделать объемы? А вдруг у нас люди не начнут покупать? А вдруг, а вдруг, а вдруг? И знаете как? Я вот так подумала. Вот люди почему-то переживают, а я точно знаю, что все будет хорошо. Потому что если у кого-то сейчас кризис, то у нас нету кризиса. Как товарооборот на агентском пункте рос, он так и продолжает расти. Как моя структура развивалась, она и продолжает развиваться. Как приходили ко мне новые консультанты, они еще больше приходят. Как интернет-предпринимательство, люди обучались, так и продолжают обучаться. Нет кризиса. Есть такое понятие, что кризис у нас в голове. И на самом деле вот сегодня мы разберем эту тему. Давайте посмотрим, что мы вообще будем изучать. Когда я начала прописывать этот урок для того, чтобы вам его выдать, я поняла, что огромный материал, который у меня есть, и которым я готова с вами поделиться и помочь многим из вас и вашим консультантам, чтобы как-то сориентироваться, я поняла, что в одном уроке я выдать не смогу. Итак, у нас будет два урока. Смотрите. Два урока. Первый сегодняшний урок у нас будет направлен. Первый урок. Он будет направлен на то, что вообще такое кризис и как понять, почему для кого-то кризис есть, а для кого-то кризиса нет. То есть мы разберемся, как убрать из головы этот кризис, как сделать так, чтобы развиваться дальше и не стопориться и не останавливаться. Я называю его убрать кризис из головы. Из головы. Второй урок следующий. Второй урок. Он у нас будет уже направлен конкретно. В первом уроке каждый из вас поработает над тем, что у него происходит в голове, начнет работать над своим внутренним состоянием. И уже ко второму уроку он придет уже, как сделать, как использовать кризис для эффективного роста и развития себя и своей структуры. Как сделать так, чтобы кризис стал точкой роста. И второй урок, как кризис перенести на точку роста. Как кризис сделать точкой роста. Вот эти два направления мы будем с вами изучать. Материал шикарный. Вам придется работать с ним самостоятельно. То есть я вам выдам. И потом вы будете продолжать уже работать над этими двумя уроками. И мы приступим. И прежде чем я начну урок, я бы хотела вам рассказать одно такое понятие. Я за него очень благодарна. За эту тему Бочкаревой Ирине, бизнес-тренеру и психологу, которая нас обучала. И она нам дала одно такое понятие. Называется это понятие флаттер. Сейчас я его запишу, чтобы вы не забыли. Флаттер. Что это такое? Вот когда создается определенный самолет, сверхскоростной, то есть летчики-испытатели. И когда летчик-испытатель садится на новый самолет, чтобы его испытать, как он работает, что он делает, на какой скорости он переходит на сверхскорость, то когда он нажимает на педаль, ну там, не знаю, как там, педаль или как-то, я не летчик, я не знаю, но важно другое. Когда он максимально увеличивает скорость, то в определенной точке, в определенном месте вот этой скорости, точка называется флаттер, начинается с самолетом, что он начинает дрожать. И начинается такое состояние, как у летчика внутренне, точно так же все, где он сидит, у самолета, как будто бы все разбирается по болтикам и по гаечкам. То есть вот ощущение, что сейчас все взорвется, все развалится, и летчик погибнет. И есть категория летчиков, которые не могут перейти через эту точку вот флаттер. А есть категория летчиков, которые не обращают внимания на это. И нажимают еще больше, ускоряются, и через какое-то время, совсем небольшое, начинается полный покой. То есть у самолета развивается сверхскорость. Обычно у, например, у спортсменов это называется второе дыхание, а именно у самолета начинается покой. То есть он идет на очень большой скорости, но очень спокойно и, как сказать, то есть прекращается вот это дребезжание, прекращается вот это вот состояние ужаса. И именно вот летчик-испытатель, который может пройти через вот эту точку флаттер, вот этого состояния ужасного, когда кажется, что все, все, или сейчас он погибнет и самолет взорвется, он когда проходит это, то тогда он уже летит и уже он может говорить о том, что как работает самолет. У каждого из нас в жизни бывают ситуации, даже если убрать просто чисто экономический кризис, взять за пример, например, простой кризис, например, кризис души, где-то вы там поссорились или еще что-то. Наступает какое-то состояние вот такое, похоже на состояние флаттер, когда кажется, что вас разбирают под болтиком, по гаечкам, и что вы или сейчас умрете, или взорветесь, или что-то с вами такое произойдет, неимоверно страшное, что люди многие боятся делать шаг дальше. Но на самом деле именно вот это состояние флаттер, это переход, это переход на другой уровень сверхскорости, переход на другой уровень. Когда с вами происходит вот такая ситуация, вспоминайте, что происходит с самолетом, это нормально, значит вы переходите на другой уровень, вы переходите на другой уровень сверхскорости. У вас что-то изменяется в вашей жизни и начинается, если вы не перейдете вот из этого состояния, то тогда вы останетесь в тахтателе, визор тапочки. И вы останетесь в этом состоянии неудовлетворения, жалости к себе, слез, переживаний, вот этого вот внутреннего состояния ужаса. Если вы перейдете, перетерпите, то у вас произойдет переход и у вас начнется новый виток в жизни. Новый виток в жизни. На самом деле, кризис это как раз и есть флаттер. Потому что именно в кризис начинаются какие-то, знаете как, вот жили-жили мы спокойно. Вот жили, все было хорошо, что-то нравилось, что-то не нравилось, все было. И человек привыкает и он начинает, знаете как, он начинает так степенно жить, не развиваться, успокаивается. И вот чтобы его сдвинуть с определенной точки, вот с этой, уже когда человек настолько успокаивается, что он в какой-то момент начинает деградировать, простите меня. Ну, возможно, кто-то из вас на самом деле сейчас в этом состоянии. Поэтому я вас поздравляю. Шикарно, что наступил кризис. Это счастье. Потому что у вас начинается переход на новый уровень. И если вы перейдете вот это состояние флаттера, то тогда у вас начнется совершенно новый виток в вашей жизни. Никогда не бывает виток в жизни на ухудшение. Бывает виток в жизни на улучшение. Если у вас виток в жизни произошел на ухудшение, значит вы не прошли состояние флаттера. Значит вы до сих пор остались в состоянии кризиса. Понятно, о чем я говорю? Я специально этот пример привела, потому что когда меня начинает где-то вот трясти, я четко понимаю, наступило состояние флаттера. Все. Значит нужно перетерпеть еще чуть-чуть, сделать шаг не назад, а шаг вперед. Не важно страшно мне или нет, не важно что меня впереди ожидает, получится или не получится. Сделать шаг вперед. И идти до тех пор, пока ты не успокоишься. То есть пока не наступит нормальное течение жизни, которое будет вести к благу. Это я думаю, что вам понятно. Сейчас мы переходим немножко в другой момент. Смотрите. Все, кто меня слушает, работают в компании Фаберлик. Вы работаете в компании МЛМ. И я вам могу сказать такой момент. Именно МЛМ компании, именно сетевой маркетинг образовался в момент кризиса. Именно когда наступил кризис, когда много-много лет назад наступил кризис, кстати, по поводу много лет назад. Если меня смотрят совсем молоденькие, конечно же, они не знают. Но те, кому за, очень многие знают, что нас уже миновало огромное количество кризисов. Всевозможных, экономических, жизненных. Огромное количество. И на самом деле на земном шаре было огромное количество кризисов. Посмотрите, что происходит. Кризис минует в конечном итоге. И начинается нормальная жизнь. Или какая-то видоизмененная. Никогда не было так, чтобы кризис привел к полной разрухе. Ну, я не считаю войну. Потому что война, конечно, это страшно. Это ужас. Но в любом случае война мобилизует внутреннее состояние человека. И человек начинает себя проявлять. Именно состояние кризиса внутреннего, это как раз та точка, когда человек проявляет себя таким, какой он есть на самом деле. Не то, что он надел маску и как он себя ведет, а именно какой он есть на самом деле. Если в вас есть сила, и вы в момент кризиса начнете двигаться, значит вы сильный человек. Если вы начинаете на попитные, да ладно, все, ничего не хочу, значит вы человек слабый. Ну, тогда извините, я здесь вам ничем помочь не могу. Итак, именно в кризис образовались MLM-компании. Почему? Потому что люди думали, как же сделать так, чтобы дать людям другим работу. Потому что в кризис бывает, что сокращение идет, еще что-то, предприятие закрывается. И чтобы люди могли зарабатывать, чтобы они могли жить, чтобы они могли не существовать, а нормально жить, именно в этот момент и создалась MLM-компания первая. Именно в этот момент сетевые компании начали развиваться. Смотрите, что происходит. Давайте рассмотрим. То есть, чтобы дать работу людям. Многие меня спрашивают, как так, везде кризис, а прям MLM дает работу. И что? И как же человек будет зарабатывать? И кто будет у него покупать, если у людей денег нету? Говорят вам такое? Наверное, вы сами некоторые думаете точно так же. Давайте рассмотрим, что происходит. Почему именно сетевые компании? Почему именно MLM-компании? Особенно сейчас Фаберлик, потому что мы практически независим от доллара. У нас производится практически все в России, все крема. Единственное только, что у нас ингредиенты в евро. Поэтому мы практически независим. У нас повышения цен не будет. Я вас с этим поздравляю. Поэтому сетевая компания Фаберлик, она будет процветать. Она, именно когда было много лет назад кризис, именно в этот момент Фаберлик начал прирастать и увеличиваться в оборотах. Так вот, что происходит? Почему именно MLM-компания может давать работу и почему в этот момент люди могут зарабатывать? Хотя вроде бы как денег нет у других людей. Смотрите, что происходит. Во-первых, в MLM-компании стоимость, первое, стоимость продукта ниже, стоимость продукта ниже. Если сравнить, например, гели для душа в магазине и гели для душа в компании Фаберлик, вы увидите разницу. Я не говорю про дешевые гели для душа, потому что качество нужно обязательно учитывать. Туши, декоративная косметика в магазинах и именно в MLM-компаниях. В момент кризиса, когда начинает расти доллар или евро, то в магазинах, естественно, повышаются цены. Они не могут их повысить, потому что им не повысить. Они не могут оставить, потому что им надо платить аренду, зарплату. Сам по себе продукт выкупается именно в долларах или в евро. И за счет этого цены, естественно, растут. В MLM-компаниях цены более низкие, чем в магазинах. Второй момент. Качество высокое. Качество высокое. В MLM-компании бы не существовали и не развивались бы, если бы было низкое качество продукта. Потому что человека не обмануть. Он может в магазине купить, он может в сетевом купить. Когда он покупает, если ему это не нравится, он больше это покупать не будет. Соответственно, все MLM-компании именно стараются выпускать качественный продукт. Но, есть момент, стоимость продукта. Есть MLM-компании с высокой стоимостью, есть MLM-компании, которые с небольшой стоимостью. Например, Faberlic – шикарная стоимость на продукт. Причем я точно знаю, что компания не собирается повышать цены. Это наше преимущество очень высокое. Но качество продукта очень высокое. Гораздо выше иногда, чем в магазине то, что продается. Но по стоимости, по себестоимости гораздо ниже. Давайте дальше посмотрим. Третий пункт. Покупаемость выше. Покупаемость выше. Что значит покупаемость выше? Огромное количество людей хотят пользоваться хорошим продуктом. Но у огромного количества людей не хватает денег, чтобы купить, например, более дорогое что-то. И они с удовольствием приходят в сетевую компанию приобрести продукцию. Они покупают гораздо больше, потому что, вот, например, знаете как, бывает корзинка. То есть, ну, корзина, которую, денежная корзина, которую они могут потратить за месяц. Предположим, они могут потратить за месяц 500 рублей. Если они пойдут в магазин, они купят только тушь за 500 рублей. Если они придут к нам, то за эти 500 рублей они могут купить и средства для дома, и средства личной гигиены, и огромное количество на 500 рублей могут приобрести именно в компании Фаберлик. Поэтому покупаемость гораздо выше, потому что клиентов гораздо больше. Потому что качество высокое, а стоимость низкая. Следующий пункт. Четвертый. Переход от более дорогого, от более дорогого продукта. Переход от более дорогого продукта. Сейчас объясню. Несколько лет назад у нас был кризис. И именно в то время оборот моей структуры начал расти. Мы начали гораздо быстрее развиваться, и у нас гораздо больше было продаж. Почему? Сейчас объясню. Есть большое количество богатых людей, у которых замечательный доход, но в момент кризиса у них происходит нехватка денежных средств. А они уже привыкли к хорошему качественному продукту. Все, что я вверху говорила. И если раньше они готовы были крем купить себе за 800, за 900, за 1500 крем для лица один, шампуни, например, я знаю, что покупают за 900 рублей, то вот именно в момент кризиса большое количество вип-клиентов приходит в сетевую компанию, потому что они понимают, качество хорошее, есть высокое качество, но стоимость гораздо ниже. И у меня прибыло огромное количество людей, которые пробовали, даже покупали не просто в магазине продукт, а покупали в других сетевых компаниях продукт более дорогой. У меня появилось огромное количество клиентов, которые пользовались Виши. И когда они начали пользоваться продукцией Фаберлик, удивительный момент, они сказали, странно, вроде платим намного меньше, гораздо намного меньше, а качество такое же, и результат такой же. И очень многие клиенты до сих пор остались со мной, еще с прошлого кризиса. Они получают удовольствие, рассказывают своим знакомым, друзьям. И именно вот в этот момент, когда наступает кризисная ситуация экономическая, и на самом деле у многих наступает такая экономическая ситуация кризисная, то именно сетевая компания, именно MLM компании, они наоборот развиваются. Потому что большое количество людей приходят, как клиенты, приходят покупать более низ, по низкой цене, те, которые привыкли покупать на большие суммы. И очень многие сетевики, которые работают в других компаниях, там начинает расти продукт в ценах, и очень многие компании сейчас сетевые подняли цены, и, соответственно, получается, что многие клиенты поотказывались, и очень многие клиенты перешли к нам, и в этот момент очень замечательно приходят другие сетевики, потому что каждый хочет кушать, каждый хочет действительно зарабатывать и жить в свое удовольствие. Поэтому здесь очень удобный момент, когда происходит кризис, привлечь большое количество вип-клиентов и большое количество именно сетевиков, которые могут прийти в вашу структуру и вместе с вами выстроить. Они уже готовы, они уже знают, что необходимо делать, и они с удовольствием будут строить бизнес и предлагать людям работу. Они будут понимать, что люди, у которых проблема, они начнут зарабатывать, они будут благодарны компанией, они будут благодарны человеку, который их привел, и люди смогут кушать, одеваться и жить нормальной жизнью, и экономить на продуктах личной гигиены и на всем остальном. Понятно это, что говорю? Пятый пункт. Пятый пункт – это снижение затрат на рекламу и стационарные магазины. Сейчас объясню. Снижение. Это в MLM именно мы пишем. Снижение затрат на рекламу. Что происходит? Дело в том, что в компании Faberlic, в сетевой компании, это главное правило, наш продукт не продается в магазинах. Не имеем права продавать. Если где-то увидите, что продается, сразу же нужно сообщать. Потому что у нас продукция уникальная. Она обладает лечебными свойствами. И поэтому человек может приобрести себе продукцию ту, которая ему не подойдет. И он не просто может не понравиться ему продукт, он может просто испортить свое лицо. За счет этого компания приняла решение категорическое для того, чтобы люди могли зарабатывать в магазинах продуктов Faberlic вы нигде не найдете. Другие сетевые компании бывают, что продают в магазинах. Но это я считаю, что это абсолютно неправильно. За счет того, что консультанты и клиенты сами рекламируют продукт, то есть не то, что рекламируют, рассказывают об этом продукте, делятся своими впечатлениями. За счет этого компании не приходится затрачивать большие средства на рекламу продукта. Если только рекламные ролики. И все. Остальное все рекламируется консультантами. Поэтому затрат на это нет или очень в маленьком количестве. У нас нет магазинов. Соответственно, если нет магазинов, затраты на магазины нет. Потому что если, например, предприниматель, у него есть магазин, у него огромное количество затрат. И чтобы привлечь клиентов в свой отдел, они делают огромное количество скидок. То есть получается, знаете как, мизерная разница между себестоимостью и разница продажи, получается, для того, чтобы люди у них покупали. Соответственно, они зарабатывают очень мало, им не хватает, очень многие закрываются, потому что им не хватает средств на зарплату, не хватает на аренду, на все остальное. В сетевой компании это не требуется. Это потрясающий момент, когда, можно сказать, каталог это и есть ваш тот инструмент, это тот магазин, с которым вы можете просто положить сумочку, встретиться с кем-то и поговорить. Поэтому снижение затрат за счет, что нет рекламы и нет магазинов. Это я вам рассказываю, какие преимущества есть в МЛМ-компаниях. Теперь давайте посмотрим, что происходит за счет того, что вот это вот есть. Из-за того, что есть стоимость продукта ниже, откуда она берется, эта стоимость, ну вот более низкая цена? Потому что себестоимость плюс проценты, которые по доставке, по себестоимость и плюс проценты транспортные по доставке, они очень маленькие. Тут нету накрутов больших, как это делается в магазине. В магазине ведь накручивается, знаете как, я попробую сейчас вверху нарисовать. Нет, давайте вот здесь нарисуем. Смотрите, вот предприятие, предприятие, произвели продукт, предприятию нужно заработать плюс проценты, везде разный. То есть вот эта себестоимость плюс проценты, они распределили на базисный склад. Склад, крупный склад, с которого идут огромное количество оптовых складов. Идут мелкооптовые склады. По сути это та же сеть, но проценты идут здесь, проценты идут здесь, проценты идут плюс здесь. Мелкооптовые по продавцам, ой, по отделам, по хозяевам, то есть по магазинам распределения. Проценты накруткой идут и здесь. А еще зависит от того, где находится магазин, какие затраты испытывает индивидуальный предприниматель или, например, ООО, там предприятие. Все зависит от того, какие зарплаты, какие аренды, какой город. И за счет этого, вот и раз проценты, два проценты, три проценты, четыре проценты, пять процентов, а бывает еще и больше. И за счет этого себестоимость и стоимость продукта по итогу выходит очень высокая. И очень многие не могут ее купить. На самом деле, что происходит с сетевой компанией? Себестоимость плюс процент идет небольшой на РБС, базисный склад. Это, знаете, как есть региональные склады, которые распределяют на другие склады, на вот на агентские пункты. Идет на агентский пункт. Но суть в том, что на агентском пункте только идет транспортные расходы и больше ничего не добавляется. Поэтому получается процентовка всего лишь один раз. И плюс, например, то, что плюс проценты, это каталожная цена. Происходит раз, два, три. Гораздо меньше начислений процентов, за счет этого себестоимость продукта гораздо ниже, чем в магазине. Понятно, о чем говорю? Теперь дальше давайте рассмотрим. Качество. Всегда уникальный продукт. Уникальный. Помните, я вам говорила, что тогда бы не могли бы сетевые компании развиваться, если бы продукт был бы низкого качества. Те сетевые компании, которые открываются и выпускают низкого качества продукт, они сдуваются, они закрываются, их никто не покупает, или покупают, а потом недовольны, люди возвращают, и за счет этого сетевая компания, она просто разрушается и перестает функционировать. Поэтому всегда уникальный продукт. Дальше. Покупаемость выше и переход от более дорогого продукта к нашему, к сетевому. Что здесь происходит? Средства личной гигиены никто не отменял. Понимаете, о чем я говорю? Каждый человек в мире моется, чистит зубы, моет голову, красит волосы, использует декоративную косметику, использует средства для тела, использует средства для дома, одевается. Никто не отменял это. Если, например, человек не может какую-то бытовую технику купить, то он однозначно все равно каждый день или через день он все равно моется. Даже грязнули, которые редко моются, но они же все равно моются. Им же все равно необходимо покупать продукцию. Особенно те, которые привыкли к хорошему качеству, естественно, они будут искать, где бы взять качественный продукт по более низкой цене. Я вам вот это расписала, я думаю, что вам здесь понятно. Давайте теперь посмотрим вот здесь. снижение затрат на рекламу и нет магазинов. Выплаты премиальных или объемные скидки в сетевых компаниях или доходов как раз идут из того, что компания экономит на рекламе и экономит на продвижении продукта. Потому что продвижением продукта занимаются консультанты, продвижением продукта занимаются лидеры. И за счет этого компания не затрачивает никаких средств и за счет этого компания выплачивает регулярно без задержек доход или там премиальный или там объемную скидку консультантам. Вот откуда берется зарплата. Поэтому если наступает кризис, то МЛМ это как раз то место, где можно работать и где можно зарабатывать. Где можно зарабатывать как с продаж, потому что я вам рассказала вот эти все пункты. Точно так же можно зарабатывать, если вы привлекете большое количество людей в свою структуру. Давайте посмотрим дальше. Что еще происходит в кризис? Люди готовы слушать. Люди готовы слушать. Если когда они жили в другое время и у них хватало доходов и у них не было никаких проблем и они могли приобрести себе более дорогой продукт или выброжали это хочу это не хочу то сейчас как раз именно момент кризиса люди готовы у них открылись уши потому что они начинают думать где мне взять где мне сэкономить как сделать так чтобы жить по-прежнему хорошо хорошо на себе определить вы покупаете более в магазинах ищите где подешевле продукты согласны вы наверное участвуете в каких-то акциях какие-то карты бонусные определенные в супермаркетах есть вы почему-то это используете точно так же все люди остальные у них открылись уши они готовы вас слушать они готовы к тому чтобы вы им рассказали то о чем я рассказывала вот до этого если вы не успели записать то вы можете остановить ролик перемотать назад и посмотреть о чем я говорила и уже людям об этом рассказать объяснить им что это им выгодно а если это выгодно им и люди придут они вам будут благодарны то это выгодно вам и так люди начали слушать почему почему они готовы слушать потому что была у них раньше стабильная работа стабильная работа те кто из вас приглашал людей в сетевую компанию знают они говорят ой да зачем мне это надо у меня стабильная работа без проблем согласна стабильная работа и не всех можно было убедить но именно в кризис стабильная работа вдруг начинает давать нестабильный заработок нестабильный заработок идут задержки отменяются какие-то премиальные чтобы людей не обманывать что не могут им заплатить начинаются другие ситуации смотрите начинаются что начинается сокращение именно в кризис начинается сокращение именно в кризис начинается более большее количество выходных например праздничных каких-то дней больше праздничных дней как у меня знаете как мои знакомые говорят я говорю ты почему дома она говорит да каникулы у нас выступили какие каникулы ты че ну че че не хотят платить нас отпускают на неделю раньше и вот мы неделю типа мы отдыхаем за свой счет чтобы меньше платить и вот именно в кризис наступает на предприятиях вот такие ситуации смотрите что здесь важно здесь важно что именно вот эти вот люди и вот эти люди которые неделю сидят не знают чем заняться это как раз те люди которые могут прийти к вам сетевую компанию я не призываю вас чтобы вы забирали с предприятия я не призываю но вы можете им помочь пока они или если они попали под сокращение пока они ищут работу как раз им можно предложить то что необходимо им а и необходима им не просто работа им нужны деньги им нужно кормить свою семью а если они на праздничных выходных может быть им совсем эти праздничные выходные не нужны соответственно вы можете их пригласить и пусть они в праздничные выходные хорошо поработают только нужно будет прописать им бизнес план и все остальное но есть еще один такой момент смотрите когда вы начнете приглашать людей то приглашать вы начнете вот этих людей то очень многие обычно приглашают вот у нас дисконтная карта у нас скидка вы можете пользоваться со скидкой дисконт так дисконт смотрите вы должны забыть это слово скидки дисконт карта скидок забудьте его в момент кризиса не надо привлекать людей на дисконт во первых это нестабильно во вторых многие вам скажут да какой дисконт да ты не понимаешь мне деньги нужно мне кушать надо мне нужно семью кормить мне нужно одеваться у меня дети растут какой дисконт при чем тут экономить ну сэкономлю я себе немного ну и что это не это их волнует их волнует где взять доход где заработать чтобы жить чтобы купить продукты поэтому забудьте слово дисконт забудьте забыть пишу крупно забыть это слово а использовать заработок заработок вот то слово которое вы должны начать проговаривать в момент кризиса тем людям которые страдают которые говорят меня сократили которые говорят я на каникулах которые говорят боже мой я на работе а неизвестно заплатят нам или не заплатят а получу ли я деньги или не получу я не знаю поэтому вот говорите им заработок расскажите что можно в сетевой заработать расскажите почему откуда берутся деньги то что я вам вначале говорила и запомните слово заработок а теперь кто-то из них вам знаете как кто-то из них вам скажет да мне ты че мне не интересно на это я не пойду ради бога вот кто не хочет ноу проблем я даже вас поздравляю что те люди которые не придут к вам в сетевую компанию вот с такими мыслями это знаете как он принял решение не идти в спокойствие в новый виток жизни он принял решение идти и утопиться ну и зачем он вам нужен вы измучитесь сами он измучит вас вы измучите его в конечном итоге ничего не получится обычно такие люди они боятся вспомните в самом начале рассказывала про состояние флаттер есть летчики которые не могут через это состояние пройти точно так же есть люди которые не могут через это состояние пройти если человек выбрал жить так вот со всеми проблемами с нытьем с этим вот это ужасно вот ужасно он вам не нужен потому что вы пинками в рай нельзя загнать тянуть за шкварник чтобы ему было хорошо да ему не нужно этого хоть он и говорит что мне нужно жить хорошо на самом деле если человек ничего не делает для того чтобы исправить какую-то кризисную ситуацию или что-то изменить в своей жизни ему нравится так жить он может ныть ему хочется кому-то поплакаться чтобы его по головке погладили кто-то с ним вот возякался потому что нормальный адекватный человек если он понимает что есть проблема ее нужно решить и он придумывает различное количество возможностей чтобы решить эту проблему именно вот если кто-то будет ныть но ничего не захочет делать вот я вас поздравляю вам они не нужны приглашайте те которые ищут которые хотят которые хотят изменить поэтому не расстраивайтесь если вам говорят нет да и никаких проблем пойдемте нет следующий пойдемте нет следующий вы найдете большое количество таких людей которые говорят пойдемте и вы этим людям можете сказать мы вместе с вами будем это делать мы будем вместе с вами выходить из этого состояния кризиса мы вместе с вами начнем выстраивать определенную технологию мы вместе с вами пропишем план действий вы начнете по этому плану действий идти в любом случае вы однозначно будете зарабатывать. Есть у меня знакомая, которая буквально недавно уволилась. И она сказала, говорит, слушай, у меня такое состояние, как будто я чувствую запах свободы. Потому что я стояла целый день на работе, я за день зарабатывала тысячу. Сейчас я прихожу к клиенту, нормально с ним работаю, мы полчаса получаем друг от друга удовольствие, мы общаемся. Я ей рассказываю, она задает вопросы. Я за эти полчаса зарабатываю 500 рублей. Так это если там тысяча день, я получала, вот посчитайте, два дня работы и два дня выходных, она получала мизер. А сейчас, говорит, если я каждый день хотя бы по 500 рублей буду зарабатывать, 500 рублей каждый день, ну час мне это потребуется, остальное время я буду заниматься своими делами, семьей, собой буду заниматься и все остальное, каждый день по 500 рублей. Посчитайте, 31 день. 31 день умножить на 500. Ну хорошо, 30 на 500. Сколько получается? Посчитайте. 5 у 3, 15. То есть 15 тысяч в месяц она будет иметь, если она будет работать час или два в день и зарабатывать с продаж 500 рублей. Что бы так не поработать-то? А многие кричат, ой, я вот с работы меня сократили. Поэтому если человек не хочет, бесполезно. А если человек хочет, то ему можно прописать план и он начнет работать дальше. Смотрите. Сейчас расскажу вам одну притчу, которая поможет вам сориентироваться и понять, как, вообще, что происходит с людьми, какие бывают категории людей. Есть такая притча. Две лягушки прыгали, прыгали, прыгали и случайно попали в кувшин с молоком. Барахтались, барахтались, пробовали выбраться и не получалось у них этого. Потому что края кувшина были очень гладкие. А расстояние, где было молоко и до верха кувшина, было очень высокое, выпрыгнуть они не могли. Оттолкнуться не за что было. Одна лягушка попала, барахталась, побарахталась и сказала, ну, значит, пришло время мне умирать. Сложила лапки и пошла к дну. А другая лягушка подумала, боже мой, я не хочу умирать. Я хочу жить, я хочу жить и стремиться. И она продолжала барахтаться. В какой-то момент она уже устала, уже силы закончились. У нее уже наступило вот это состояние флаттера, она уже не знала, что делать. Но она продолжала барахтаться, чтобы держаться на плаву. И вдруг, через какое-то время, лягушка начала понимать, что как будто бы у нее под ногами что-то более твердое. Было до этого жидкое. Она начала пробовать, поняла, что откуда появилось масло. И когда она поняла, что она, оказывается, лапками так взбивала молоко, что начало образовываться масло, крупинки. Когда она это поняла, у нее открылось второе дыхание, она начала с усилением, с усилением, еще с большим желанием лапками работать, 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 работать. И в конечном итоге, лягушка так хотела выбраться из этого кувшина, что она так взбила молоко, что она превратилась в густую сметану. И, естественно, ее лапки попали на твердую поверхность. Она оттолкнулась и выпрыгнула из кувшина. Так и происходит с людьми. Одни складывают лапки и готовы умереть и утонуть. А другие вначале на плаву, вначале что-то пытаются сделать, но не отказываются от своих желаний. Не хотят складывать лапки, хотят выбраться из этой ситуации. Именно эти люди вам необходимы. Именно с этими людьми вы сможете так лапками поработать, что вас забьете сметану. И вы начнете, люди начнут зарабатывать, и вы начнете зарабатывать. Но чтобы это сделать, чтобы помочь тем людям, которые готовы уже сложить лапки, сейчас я вам зачитаю определенные моменты, как убрать кризис из своей головы. Потому что вот по этой притче видно, что две лягушки и была кризисная ситуация. Но одна согласилась, что это кризис, а другая не согласилась, что это кризис. Потому что кризис у нас в голове. У меня нет кризиса. У меня все продолжает развиваться. Я понимаю, что есть какие-то сложности. Но это все решаемо. Это не проблема. И чтобы убрать у себя из головы, если у вас есть кризис, или помочь вашим людям убрать из головы кризис, мы сейчас с вами, я зачитаю, а вы увидите, перед вами высветился слайд. Вы можете записывать это в тетрадочку, и каждый пункт я буду объяснять. Итак, как помочь людям убрать из головы кризис. Кризис. Первое. Создайте видение своей жизни. Что это значит? Представьте ваш, знаете как, представьте ваш шикарный дом, или как вы отдыхаете на море. То есть, представьте то, о чем вы давно мечтали. Потому что, когда нам становится плохо и трудно, когда мы не знаем, как двинуться вперед, то очень важно успокоиться. Есть такое понятие, если, например, в воду бросить камушек, то от него пойдут круги. А если камушек не бросать, то будет очень гладкая, тихая вода. А если кинуть булыжник, волны будут еще больше. Нужно обязательно научиться успокаиваться, чтобы круги не шли от вас, вот от кризиса, от состояния неудовлетворения. Чтобы вы были в спокойном состоянии. Для этого начните мечтать, начните представлять, что вас может ожидать впереди, какие достижения вы можете сделать, может быть, какой дом вы купите, или как вы поедете на море. Вот, ну, представьте то, что для вас важно. Попробуйте успокоиться, представить, как вам там в будущем будет хорошо. Я даже рекомендую, знаете как, если даже вы об этом не думали, представьте, у вас шикарный дом на берегу моря. Вы открываете окно, и у вас прекрасный вид на море. И у вас теплый ветер, такой вот теплый-теплый, горячий ветер с моря дует, и все ваше лицо, ваше тело обволакивает. Вам так хорошо, вам так замечательно. Солнышко светит, люди улыбаются, тепло и комфортно. Представьте это состояние для того, чтобы успокоиться. Пять минут достаточно вот этих представлений, и у вас совершенно по-другому уже начнутся позитивные мысли. Второй пункт. Визуализируйте свои желания. Обязательно напишите свои желания. В первом уроке я рекомендовала обязательно, во втором уроке моего курса я рекомендовала написать, завести книгу желаний, и написать туда 300 желаний. Если бы вы этого не сделали, напишите желания сейчас. И начните их визуализировать. Представляйте, если вы хотите машину, то какая она? Как вы сидите в этой машине? Как пахнет кожа в машине, в сидении? Где вы едете? Какие у вас кнопочки? Если вы хотите красивое платье, представьте себя в этом платье. Начните представлять эти эмоции, это состояние, что как будто бы у вас уже это произошло. Начните визуализировать это. Если вы хотите, например, вы полненький, хотите похудеть, представляйте, какое у вас будет красивое встроенное тело, когда вы похудеете. Ну почему нет? Все реально, все возможно. Если вы хотите любви, представьте, что рядом с вами любимый человек, что он вас любит, как он вас нежит, как он вам дарит подарки. Начните визуализировать свои желания. Третий пункт. Учиться, учиться и учиться. Что это значит? Обязательно. Если вы решили, вы поняли, что у вас кризис, что не просто экономический, а внутренний кризис, обязательно начните обучаться. Потому что вам обязательно нужно поднять уровень своих компетенций. Если вы работали на одном предприятии, а сейчас вы перешли в сетевой маркетинг, то вам нужно обязательно обучаться. Обучиться всему, чтобы стать компетентным. Чтобы научиться говорить, чтобы научиться объяснять людям, какой продукт, чем он уникален, чем уникальна сетевая компания, как строить планы, как планировать, как достигать результата. Учиться, учиться и учиться. Зачем это надо? Во-первых, вы станете компетентны. Вам гораздо проще будет объяснять. Это раз. Второй момент. Вам, когда вы начинаете учиться, то кризис у вас из головы уходит. Потому что вы начинаете думать совершенно о другом. Если вы учите финансовые грамотности, то вы понимаете, ага, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это исправить. Если вы обучаетесь тому, как разговаривать правильно с клиентами, вы себе планируете какие-то вещи, какие-то слова, и вы понимаете, что нужно вот это, вот это, вот это. Когда вы начинаете обучаться, или читать книги, или смотреть какие-то ролики, то у вас кризис уходит на задний план. У вас другие задачи. Научиться и стать профессионалом. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Поддерживать чистоту и порядок. Что значит поддерживать чистоту и порядок? Обязательно помещение должно быть чистым, чтобы вам было комфортно. Себя в чистоте обязательно нужно держать, чтобы вам было комфортно. Внутри себя свои чувства, свои желания. Даже если вам хочется кому-то треснуть, держите себя в чистоте. Будьте выше этого. Перестаньте слушать нытье вашей соседки или подруги. Остановите этот процесс. Прекратите смотреть фильмы, которые, например, или передачи, в которых постоянно о чем-то говорят, эмусируют, разжевывают. Вот разжевывают до мельчайших подробностей вот эти гадости, вот эти вот проблемы. Прекратите. Держите в чистоте свою душу, свое сердце, свои мысли. Держите вокруг себя чистоту. Если есть ноющие вокруг вас люди, обязательно отодвиньте их. Ну зачем они вам? Вы можете им сказать, пойдем со мной, начнем все это делать, давай поменяем, уберем твой кризис в голове. Если человек говорит, да ничего, ни в него не получится. Помните, я вам говорила про ту лягушку, которая сложила лапки и пошла на дно? Пусть идут на дно. Это их выбор. Это их право так мыслить. Но очистите пространство вокруг себя, прекратите общаться с теми людьми, которые постоянно засоряют ваш мозг и вашу душу, которые на вас вывалят все, как в подушку, всю грязь, а вы там копаетесь. Знаете, сейчас приведу хороший пример, чтобы вам было понятно. Представьте большую кучу дерьма. Простите за такой слоган. Именно дерьма. Большую кучу. Ну, большой слон. Пришло несколько слонов. Большая. Когда вы держите себя в чистоте, то вы, вероятнее всего, эту кучу обойдете кругом, не знаю как. Правильно? Вам даже противно будет рядышком постоять. А когда вы общаетесь с теми людьми, которые засоряют ваш мозг, когда вы смотрите всякую ерунду и слушаете вот это нытье, это знаете как? Вот появился человек вот с этой кучей дерьма. И когда вы слушаете, вы начинаете копаться в этой куче дерьма. Скажите, пожалуйста, когда вы покопаетесь и пойдете, как к вам другие люди будут относиться? Ну, извините за ворожение, вы будете вонять. Ну, вот правда. Если не понимаете на другом примере, вот я привожу такой пример. Если вы копаетесь в этой куче дерьма, что с вами происходит? Представьте это. И если есть у вас такие люди, которые засоряют вас, то вы воняете так же, как эти люди. Обойдите эту кучу дерьма, уйдите куда-нибудь в сторону, отодержите в чистоте. Себя, дом, мысли, душу и все, что вокруг вас находится. Создайте особую ментальность, станьте особенным, улыбающимся, позитивным, чистым, красивым. Пусть к вам притягиваются те люди, которые хотят похожими быть на вас. Пусть вы станете вектором тяги для тех людей, которые хотят изменить свою жизнь. Пятый пункт. А, кстати, знаете, что мы сделали? Мы когда вот много времени назад, когда я открывала свой офис, то я прям повесила тогда, очень многие приходили и ныли, я повесила тогда объявление такое в офисе, и оно звучало. Мы мыслим и говорим только в позитивном ключе. Мы мыслим и говорим только в позитивном ключе. Те, кто приходил и начинал ныть, я показывала. Прочитайте. Потому что, вот, знаете как, на самом деле я не хотела копаться в этом дерьме. И сейчас уже этого объявления нету, но большое количество людей просто привыкли к тому, что они к нам приходят, все замечательно, настроение хорошее, улыбаемся, общаемся, никаких проблем нет. Те, кто ноет, мы ставим их на место и говорим, или вы к нам ходите, и вы нормально себя ведете, или, извините, выберите другой агентский пункт и не трепите нам нервы. Пятый пункт. Создайте команду поддержки. Наберите тех людей, которые тоже хотят измениться. Помните, я вам говорила, станьте вектором тяги. Наберите то количество людей, которые тоже хотят стать такими же, как и вы. Пусть это будет ваша команда. И вместе вы начнете делать определенные действия. Вместе мы сила, взаимоподдержка, взаимозаменяемость. То есть, если где-то вы не можете, например, что-то сделать, то вас могут заменить другие люди. У меня сейчас есть такая команда. И в любой момент, когда мне что-то необходимо, а я, например, не могу, люди могут сделать это самостоятельно. У них другое мышление. У них другие взгляды на жизнь. Поэтому наберите себе команду людей, позитивно мыслящих, или людей, которые желают позитивно мыслить и хотят в кризис именно преуспеть. Кстати, если у вас нет вашей структуры, объединитесь с другими структурами. У нас не только моя структура, у меня огромное количество людей из содружественных структур, я так их и называю. Многие меня называют ментальным спонсором. Да многие из вас сейчас обучаются на моих уроках, я являюсь для вас ментальным спонсором. Я, в принципе, не получаю ничего с ваших объемов, но я делюсь с вами, потому что я позитивный человек, потому что я на самом деле хочу, чтобы вы преуспели. Точно так же есть количество людей, таких же позитивно мыслящих в вашем городе. Объединитесь в команду, начните делать какие-то замечательные дела, какую-то благотворительность, какие-то вещи полезные, создавайте какие-то мероприятия вместе, заменяйте друг друга и помогайте друг другу. То есть, знаете как, группу единомышленников. Шестой пункт. Смотреть позитивно настраивающие фильмы. Постарайтесь слушать определенную музыку, которая на позитив. Обязательно смотрите те фильмы, которые, знаете как, самоутверждающие, то есть, позитивно настроены. То есть, там, например, какая-то проблема есть, но человек через какое-то время, он просто-напросто раз и добивается цели. Когда вы смотрите такие фильмы, получающие, вы, наверное, смотрите и думаете, боже мой, ему-то как тяжело, а я-то тут хнычу. Как недавно мне на мою статью, вот мы беженцам помогаем, и я статью написала, многие из вас ее читали, и один человек мне написал, Татьяна, спасибо вам за пинок, потому что я прочитала эту статью и подумала, боже мой, а мы копаемся, что вот наши мелкие проблемки, а у людей горе такое. А мы копаемся и думаем, что у нас величественный земной шар проблема, на самом деле все это такая мелочь, все это на самом деле все настолько решаемо. Поэтому, когда вы смотрите такие фильмы, вы понимаете, что ваши проблемы, это вообще не проблема, что все решаемо. Начните такие фильмы, смотрите, обязательно слушайте такую музыку. Дальше, седьмой пункт, правильно питайтесь. Что это значит? Правильно питаться, это действительно есть правильную, хорошую пищу, полезную пищу. Например, я могу вам сказать, что мандарины это антистресс, а, например, бананы, в нем есть компонент, один, витамин счастья, который поднимает вам настроение. Такого огромного количества. Можно прочитать в интернете, мы много выкладывали. Читайте. Но важно еще другое, правильно питайтесь. Берите, стелите красивую скатерть, ложите салфеточки, ставьте свечи, ставьте красивую посуду, любите себя. Даже если у вас будет борщик просто, вот просто борщик, потому что вам, например, вы приготовили определенный супчик, потому что вам не хватило денег, например, там на мясо, на что-то, на такое серьезное что-то блюдо. Супчик, борщик, добавьте туда веточку укропчика, поставьте это на красивое блюдо. Любите себя, когда вы едите, питайтесь с удовольствием, медленно, аккуратно, получайте удовольствие от питания, потому что именно вкусная еда и красивый сервированный стол поднимает настроение. Поэтому правильно питайтесь, и продукты должны быть правильны, и обязательно как. Прием пищи, он должен быть правильный, чтобы он поднимал вам настроение. Восьмой пункт. Высыпайтесь, несмотря ни на что. Даже если вы поздно ложитесь и рано встаете, высыпайтесь. Что значит высыпайтесь? Например, предположим, вы знаете, что у вас в голове непонятно, что происходит, и вы поздно засыпаете. Что необходимо сделать? Перед этим обязательно за несколько часов поешьте. Не ешьте перед самой сном. У вас будет бессонница. Я вам гарантирую, если вы поедите перед самым сном. Сделайте как минимум два часа после еды, чтобы у вас начало перерабатываться. Тогда вы будете лучше спать. Это первый момент. Второй момент. Обязательно сделайте влажную уборку в своей спальне и проветрите комнату, чтобы действительно, когда свежо, человек высыпается лучше. Следующий момент. Перед тем, как уснуть, послушайте какую-нибудь успокаивающую музыку, медитирующую, какую-нибудь релаксирующую музыку. То есть, та, которая успокоит вашу нервную систему. Улыбнитесь, помечтайте перед сном. Тогда вы уснете. Тогда сон ваш будет более правильный. Потому что человек, у которого хороший сон, может выспаться за 6 часов. И не надо спать 10 часов. Почему многие по 8-10 часов спят и не высыпаются? Потому что в голове остаются вот эти мысли нехорошие. Днем суматоха и в голове суматоха. Днем кризис и в голове кризис. Освобождайтесь от проблем. Делайте все благо себе. Красивая постель, проветренная комната, мечтания, музыка. Сделайте себе удовольствие перед сном. Тогда вы обязательно выспитесь. Следующий пункт. В 9-й. Мечтайте. Я как раз вам уже сказала, что обязательно и днем мечтайте. И перед сном очень хорошо закрыть глазки и представлять что-то. Потому что вы уйдете в сон именно с хорошими мыслями. Мечтайте именно о том, как вы это уже получили. Что вы чувствуете, какое состояние у вас внутреннее. Научитесь позитивно мыслить. Даже если, знаете как, если лезут в голову какие-то плохие мысли. Думайте о хорошем. Постепенно вы привыкнете и постепенно у вас будут приходить только хорошие мысли. Вы будете верить в то, что у вас это будет. А когда вы начинаете верить, когда, помните, я говорила, камушки не бросаете воду, а гладь, то гораздо лучше. Вот знаете как, если камушек бросить, то то, что в прозрачном водоеме, вы не увидите, потому что волны пойдут. А если он гладкий, то видно камушки, видно рыбок. То есть вы гораздо больше найдете выходов и путей в спокойном состоянии. И еще есть такой момент. Недавно я смотрела передачу потрясающую, документальный фильм про мозг. И там сказали конкретный момент, что наш мозг еще до конца не изучен. Но когда мозг действительно позитивно настроен, когда он внутренне, человек мечтает, когда он верит в то, что у него это получится, что-то такое необъяснимое происходит в мозгу. и соответственно происходит такой момент, что человек начинает получать то, о чем он мечтал. Потому что мозг срабатывает так, что происходят эти ситуации. Например, приходят какие-то люди, приходят определенные предложения, что мозг вообще как волшебник наш. Если мы его засоряем всяким дерьмом, то он никогда не поможет нам чего-то достичь. А когда мы его освобождаем и действительно направляем в правильном направлении, то мозг дает нам возможность подтягивать мечты к реальности. Это вот не я сказала. Это я смотрела передачу, я смотрела вот замечательно этот фильм, найдите его, пожалуйста, как работает мозг, по-моему, называется. Ну, удивительный фильм. Он, не буду про него рассказывать. Десятый пункт. Напоминайте себе о важном. Что это значит? Бывают какие-то важные встречи, какие-то важные задачи, и когда мы устали или где-то себя неправильно чувствуем, то мы забываем это сделать, самое важное, которое может привести к результату, именно положительному, к достижению какого-то результата. Как сделать это? Во-первых, у вас, у каждого есть сейчас сотовый телефон. Ни одного человека не знаю, у кого нет сотового. Сделайте напоминалку, пусть зазвенит будильник в определенное время, там за 15, за полчаса до этого. Попросите своих близких, пусть они вам напомнят, что вам надо было это сделать. Если вы работаете в интернете, то в интернете есть напоминалки, которые будут пим-пим-пим высвечиваться, что вам необходимо это сделать. Повесьте себе где-нибудь доску, листочек, как напоминалочку, где вы обычно больше всего бываете. Напоминалки, обязательно сделайте напоминалки, может быть, какие-то позитивные мысли, какие-то, знаете как, афирмации. Извините такую подробность. Каждый из нас ходит в туалет. Ну, ни одного человека не знаю, кто бы не ходил в туалет. Повесьте себе на дверь в туалете какую-нибудь афирмацию. Я богатый, успешный человек. Или, например, у меня все получается. Я магнит для притяжения денег. Придумайте ту фразу, которая важна для вас. Повесьте это. Вы будете постоянно ее читать, вы начнете на самом деле так думать. Это помогает нам не засорять мозг, а именно в правильном направлении. Поэтому напоминалки. Одиннадцатый пункт. Награждайте себя. Я понимаю, что если у вас средств мало, вы не можете себе купить машину Мерседеса, ну, себя поздравить. Когда у меня была ситуация, что я была в центре занятости, у меня не было работы, и я не знала, куда, как устроиться, и у меня не было денег, а нам сказали, поощряйте себя, то за каждое дело, которое принесло, результат, которое я сделала, я себя поощряла шоколадкой. Вы не поверите. Маленькие сыновья были, я понимала, что если я принесу домой, то, естественно, я дам детям этот шоколад, я сама не съем. Я не могла, у меня рука не поднималась. Когда я купила первую шоколадку, шла по улице и ела этот шоколад, вы не поверите, я себя прокляла. Я думала, господи, детям не даю, а сама ем шоколадку. Но, важно было другое. Если я достигла результата, то я себя поощряла. Если я не достигла результата, то я себя наказывала. То есть, я запрещала себе, например, смотреть интересный фильм или там встречаться с каким-то человеком или что-то себе запрещала, придумывала себе то, что я люблю лучше всего. Поэтому, обязательно придумайте себе поощрение и наказание. Но лучше поощрение и обязательно идите к этому поощрению. Самое интересное, когда я первые разы вот так вот боялась, то потом у меня появились результаты и я уже могла и себе шоколадку купить, и детям конфет купить и у меня уже все получалось. Так, награждайте себя. Двенадцатый пункт. Совершайте перемены. Что это значит? Человек привыкает ко всему. Соответственно, меняйте. Меняйте прическу, меняйте гардероб, делайте перестановку в доме, посадите новые цветы, цветы, заведите любимца, котика, собачку, ну, может быть, мужчину кто-то любимца заведет. Вот, поменяйте что-то в своей жизни, измените, начните другие фильмы смотреть, начните другие дела, другие шаги делать, изменяйте себя. Двенадцатый пункт. Развеселите зеркало. Очень многие люди с утра уже встают в плохом настроении. Для того, чтобы настрой был на целый день, подойдите к зеркалу, в пижаме, в ночной, вот подойдите. Вы обычно утром всегда люди растрепанные, потому что, ну, мы спим, ворочаемся, растрепанные. У вас должно быть рядом с зеркалом лежать бантик. Берете на это растрепанное лицо, волосы, прикрепляете бантик и смотрите на себя долго в зеркало, разглядываете себя. Наступит момент, что вы начнете над собой хохотать. Потому что, если вы представите, что это не вы, а кто-то, вы на кого-то смотрите, вам будет смешно. А когда, например, знаете, когда ваши детки увидят, что вы вот в таком виде стоите перед зеркалом, дети начнут хохотать. Вы начнете вместе с ними хохотать. Муж начнет хохотать, скажет, ну, ты даешь. И вот, если вы каждое утро будете делать такое, то у вас будет настрой на целый день. То есть, вы рассмешите зеркало, вы посмеетесь сами над собой, у вас поднимется настроение, и вам гораздо проще уже будет идти принимать душ, приводить себя в порядок и идти делать дела. Четырнадцатый пункт. Копите хорошее настроение. Что это значит? Запоминайте те ситуации, когда у вас было хорошее настроение. Например, кто-то что-то вам подарил, и у вас прям, ой, прям душа запела, состояние вот такое, прям полный кайф. Вот вы испытали полное удовольствие, удовлетворение неимоверное. Запомните это состояние. И копите вот эти состояния, запоминайте, как вы себя чувствовали. Чем больше будет таких состояний, и вы запомните разное свое внутреннее состояние, когда у вас что-то получалось, и было хорошее настроение, вам хотелось петь. Вот внутренне то, что вы чувствовали, то когда с вами произойдет какая-то неприятная ситуация, я не говорю беда, какая-нибудь неприятная ситуация, вы закрываете глаза, вспоминайте это состояние, вспоминайте несколько состояний, чем их больше будет там будет по щелчку, и ваше плохое настроение будет уходить. Попробуйте, я пробовала, я довольна, я вам это не просто так придумала, я проходила этот тренинг, и он действительно мне приносит удовольствие. Я, знаете, когда какая-то ситуация, я плохая, я придумаю пять положительных моментов, что это произошло. Попробуйте еще этот момент, и обязательно положительное состояние. Пятнадцатое. Цените то, что имеете. Очень многие люди говорят, да у меня ничего нет, ничего нету, когда я начинаю говорить, у тебя дети есть, это счастье, да, у тебя есть животные, ты его любишь, свое животное, да, у тебя есть квартира, да, у тебя есть мужчина, но у кого-то есть, у кого-то нет, да, у тебя есть одежда, да, у тебя есть еда, да, у тебя есть телевизор, да, а теперь посмотри на беженцев, у них ничего нет, и у многих нет уже семьи. Вот это страшно. Цените то, что у вас есть здесь и сейчас, потому что если вы даже мало зарабатываете, у вас есть накопленное что-то, то, что вы сделали, вот все, что вас окружает, это вы сделали, и чем больше блага вы для себя сделали, вы, конечно же, к этому привыкли. Ну, знаете как, был какой-то момент, когда я думала, ой, у меня там вот мебель плохая, все такое, у меня денег нету, и однажды я пришла к знакомой за котеночком, теперь у меня живет шикарный кот дома, и когда я зашла за котеночком, она мне сказала, проходите, но вы можете познакомиться там вот, ну, с папочкой, и когда я зашла к женщине, у которой был папочка моего котеночка, я подумала, а я-то очень хорошо живу, ведь у меня намного больше есть, чем у этого человека, поэтому цените то, что у вас есть, чтобы это не потерять, потому что это ваш труд, это ваше достижение, это вы смогли купить, этого вы могли достичь, поэтому гордитесь тем, что вы уже достигли, цените это, потому что с каждым разом вы больше будете привыкать к тому, что вы сделали, шестнадцатый пункт, начинайте каждый день с радостью, что это значит, начинать каждый день с радостью, если вы встаете с левой ноги, то пусть они обе будут левые, знаете как, я встал не с той ноги, да какая разница с какой ноги ты встал, к зеркалу подошел, бантик прицепил, вспомнил хороший момент, щелкнул и сказал, у меня все впереди, у меня все получится, потому что кризис это великолепная возможность изменить свою жизнь к лучшему, сейчас у вас слайд ушел и мы прямо это запишем, кризис это возможность возможность изменить вашу жизнь запишите это себе вашу жизнь к лучшему ой, как пишу, не важно, важно другое, на самом деле это состояние флаттера и скоро у вас появится другое состояние, с вами была курячья Татьяна, отработайте пожалуйста эти пункты и дальше мы с вами двигнемся, как работает наш мозг, как это убрать страх, как убрать вот эти состояния и как распланировать, чтобы использовать кризис для самых лучших и самых больших изменений к лучшему в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok